Девочки, это мой брат Точно? Ну, если это было так давно, что, наверное, у меня память плохая, такая короткая, как у бабочки Алексеев, добрый день Здрасьте, всем привет Давно не виделись, последнее видео было записано, по-моему, года три назад Наверное, я не помню Расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь текущую ситуацию на российском рынке, почему не цветет кокос? Ну, смотри, почему не цветет, это не ко мне вопрос, это такой фундаментальный, скорее всего, вопрос Тут я не стану Америке открывать, да, то есть соглашусь с общим мнением, там, инвестиционная привлекательность низкая, санкции и прочее Вот это все, вот это все Значит, оно, ну и как бы там, кризис управления, там, все, о чем говорят политики и экономисты Вот и в твоих интервью тоже, тут я ничего нового не скажу, поэтому повторяться, наверное, не буду Поэтому С точки зрения рынков, вот как они себя ведут, да, я, когда пытаюсь делать прогнозы для себя Публично я редко делал, ты меня только спрашиваешь, а так-то я не пишу же нигде То я просто смотрю картинку, у меня вот в картинке все ясно Все, что я знаю, что сейчас, например, рынок, да, русский, если возьмем, РТС Ну, что там, такой сужающийся диапазончик, да? Судя по признакам, он из него выход сделать вверх, но тут есть вилочка, развилочка, да, то есть выход вверх сделать, может уже делать, не знаю Значит, ну, будет ли это новый хай или будет просто ложный выход, я не знаю В том или другом случае, скорее всего, после этого пойдем вниз Опять же, сильно ли мы пойдем вниз, на новые минимумы, которые там, крэш-крэш, караул, да, тоже неизвестно Может, он тоже только кольнет, а потом попытается выкупаться Вот, то, что из этого триугольничка выход вверх, вот единственное, что я могу сейчас спрогнозить, да, то есть, например, по доллару Тоже мне, например, практически очевидно, что новый лой будет В районе, там, сколько там, 56, я цифру точно не помню 56, наверное, рублей за доллар Может, там, до 55, вот в этот диапазон 56-55, он туда сделает, опять же, тот выход, естественно, трейдерский надо покупать Может, даже закрыл глаза, просто брать и покупать Будет там внутри ловушечка или просто выколит и выкупится, и побежит вверх, не знаю То есть, так или иначе, скорее всего, ловушка, он как бы любит именно ловушки делать И ловушки, это вот то, что я называю, когда происходит какая-то информация, которую все рассматривают как продолжение Она не является продолжением, а является разворотом Вот, потому что целую книжку написал, наверное, знают люди Значит, скорее всего, ловушка, после которой выход вверх Менее вероятный сценарий – проколы и резкий выкуп Значит, ну, так или иначе, вот новый минимум Это, кстати, скорее всего, будет сопровождаться рослом нефти Она вот в растущем сейчас неком, выползающем наверх формате, так это можно назвать, да? То есть он, как сказать, он в этот раз, рынок нефти, попытался пойти вниз на хорошие низы Но в какой-то небольшой ажиотации, какая-то, которая случилась недавно, была выкуплена И рынок взял и полнался, да? Этим выкупом, и сейчас выползает Скорее всего, он пойдет в диапазон 59-60 Вот, там, скорее всего, тоже либо ловушечка Ну, скорее, эти рынки любят делать те ловушки, которых я люблю Там, скорее всего, через формацию ловушки он снова завалится вниз Вот в этом снова завалится вниз Будет ли большой крэш, я не знаю, скорее всего, будет Потому что мы находимся все равно в ситуации большого такого импульса Растянутого, падение там со 100 с лишним, да? 30 где-то было, да? Или сколько? 30, да? Нет, было Потом, что-то типа коррекции И вот эта коррекция достаточно сложно оформленная После которой все равно рынок будет давиться вниз Ну, и фундаментальные факторы за это тоже все говорят Хотя я не люблю привязывать фундаментальные факторы к рынку Потому как сам вот исхожу из того, что известные фундаментальные факторы Точнее так, влияние самих фундаментальных факторов на рыночные движения В ней и есть непонятная вещь для меня лично Хотя тут мое мнение не является авторитетным Оно скорее маргинальное Большинство трейдеров все равно считают, что фундаментальные факторы работают Их можно изучать и можно строить свои торговые стратегии на этом основанно Поэтому, что я могу сказать только что Они да, в копилку Ну, как там, сланцевая нефть, все эти дела Все, все как бы тоже ничего нового Значит, то, что у сланцевиков и прочий Научно-технический прогресс будет снижать стоимость сырья Долгосрочно Ну, как бы тут, что повторяться Понятно А какие индикаторы дает тебе право Утверждать, что, допустим Лев падет на 58-60 И там будет ловушка У меня нет таких индикаторов Просто В формате медвежьего тренда Она себя ведет неправильно То есть, если бы тот завал, который сейчас есть Был бы медвежьим трендом, он бы себя вел не так Вот это, собственно, и мой опыт Все, больше ничего То есть, он сейчас выползает вверх И я как бы вижу и чувствую, что Ну, вижу, да Что его вытягивают на те стопы, которые там находятся Моя основная мысль То есть, моя основная мысль, что все рынки движутся в зону стопов То есть, исходит она из того, что все рынки настроены так, чтобы люди Трейдеры теряли свои деньги Теряют они свои деньги, выставляя Большие, маленькие стопы Эти зоны стопов, они, конечно же, тоже разные Да, масштабные зоны с крупными С маленькими какими-то и так далее То есть, рынки движут убыточные сделки, а не прибыльные Но это, опять же, тоже моя маргинальная точка зрения Но это, наверное, с ней знаком Я об этом раньше писал много Что рынки движут убыточные сделки В основном свои Прибыльные тоже движут в меньшей степени Лично моя оценка состоит в том Что две трети рынка движется Точнее, не так, 60% движения Это убыточными сделками 40% это прибыльными сделками Но, причем, это не моя оценка по ощущениям Я ее логически вывел в своей книжке Там это чисто обычная математика Такая простая-простая, школьная Значит, то есть, вот Я из этого схожу То есть, он туда выползает Вот это чисто трейдерское чутье и все Больше ничего Хотя Ну, хотя не буду говорить А ты будешь этот подскок использовать? Ну, только в своих опционных штуках То есть, я просто буду знать, что он вот это делает Для этого Это опционщикам часто помогает То есть, мы как бы расставляем свои сеточки На рынок, исходя из того, куда рынок там собрался Примерно И пытаемся это угадать Если мы угадали, мы зарабатываем много Если мы не угадали, мы там отползаем около нуля То есть, мы не хотим А вот так, по-моему, это выглядит Понятно Ну, и, по-моему, это будет Показать Ну, и, по-моему, это будет Тяжело вокруг каких-то ярких и эпатажных личностей часто, да? То есть это еще обычно там, Василий Ореник, Мартынов, тот же Коровин в последнее время стал холиварно-генерирующей личности, да? Вот такие. Есть господин Гусев, знаменитый. Это то, что я знаю, уже давно не читая все эти смарт-клабы, если честно. Значит, и то до меня долетает, вот эти осколки крови и слюны, вот они все равно до меня долетают, я уже огоранился так, ушел в фейсбучное вот это пространство и все равно долетает. Значит, они просто генерируют вокруг себя это и все. Рынок рассудит, ну а как он может рассудить? Вот мы же не залезем в их финансовые отчеты, да? Как бы люди публикуют свои обычно успехи, а свои провалы замазывают. Следовательно, как бы получается, что сравнение опубликованного успеха с опубликованным успехом другого трейдера и вот как мы будем рассуждать. Я могу сказать, если человек работает или по найму, либо идет в управление, у него есть клиенты, и хочешь, не хочешь, он свои неуспехи или успехи под ковер не может просто положить. Потому что их слишком много, чтобы они там под ковером лежали. В этом случае, да. Если особенно какой-нибудь публичный хедж-фонд или просто там управление много денег, да, или в компании какой-то долго работает, то да, это как бы признак такой, косвенный признак его успешности, либо хотя бы авторитетности. Вот. То, что неуспехи есть у всех, я так думаю, что у всех. Значит, то, что мы их скрываем, да, скрываем. Неуспехи, да, значит, то, что там на корове что-то там нарыли и с этим многие как с красной тряпкой бегали, ну и что, как бы. Во-первых, с кем не бывает раз, во-вторых, люди же меняются. Третьих за одного битого, двух гибитых дают. То есть, в принципе, может быть, это ему в плюс. И, кстати, он умело это обратил себе в плюс, да. То есть все такие вот хранители, трейдеров, в принципе, в основном это от зависти идет. Да, то есть все завидуют публичной яркости и там успешности того же короля. Просто завидуют. И начинается вот это вот. Плюс это один из способов поднять свою такую медийную капитализацию, да. То есть, ну это известный медийный прием. Вступив в перепалку с известной личностью, да, ты своей себя поднимешь тем самым. А это известная личность, и, как правило, есть основная рекомендация, типа пусть мой скалает, ты не отвечай. Потому что в данном случае ты себя будешь понижать до его уровня, а его повышать до своего. Значит, но люди эмоциональные, все равно обрезаются в драку, в обзывания. Приеду, я тебя там с битами начищу. Ну, в общем, это все, конечно, выглядит со стороны достаточно нюанс. Хотя интересно. Люди, конечно, радуются. Ставки делают, аплодируют. А на каких ресурсах ты пасешься, кроме фридеок? Там, знаете, ресурс, как я понял, только политика. А дело в том, что там хорошее такое сочетание, много политики. И у меня же в СССР френдов куча трейдеров, да. И получается, они накидывают все равно трейдерскую информацию. И получается, что экономика, трейдинг и политика вот так вот намешаны, например, в одинаковом объеме. И поэтому мне это нравится больше. Потому что ресурсы, типа, чисто трейдерские, там, наоборот, пытаются засунуть политику. И все начинают орать, о, пошли нафиг со своей политикой и так далее. Надоело и все такое. А меня лично политика очень интересует. Поэтому я вот люблю, чтобы она была. Я такой политизированный человек, хотя сам не политик. А согласен с мнением Романчука из Лосковской биржи, что сейчас в политике только один в России, это Навальный? Ну как это? Здрасте. У нас Путин политик главный. Номер один. Навальный. Да, Навальный вообще феномен прикольный, если честно. Как бы мы к нему не относились, да. Я все равно ставки делаю за Навального. Не потому что он там хороший будет президент. Я вообще хороший человек. Я вот и не верю абсолютно точно. Я считаю, что вообще политиков вот таких честных и кристальных почти нет. Они, как правило, где-то нанизам болтаются. Вот. Но мне это интересно наблюдать, как вот хороший такой эксперимент раскручивания личности. Вот она аналогично тому, как Ельцин нам в 80-е поднялся. Просто из ниоткуда. Тоже я помню, даже я был пацаном еще, да. Но разговоры своего там отца и других друзей каких-то таких взрослых личностей, да. О Ельцине. Были ровно такие же. Вот прям, вот точь-в-точь. Да кто он такой, да он пьяница, да он, посмотрите, два слова следать не может. Да блин, да ерунда. Значит, и как бы, то есть пренебрежительные было к нему отношения, что да ни за что, да и все такое. А тем не менее, раз-раз волна вынесла. Так же сейчас, в принципе, это чем-то похоже. Это не значит, что это повторится. Но волна как бы несет его, и он успешно достаточно использует в свою пользу все это дело. Причем, что интересно, наша система чиновничая, да, она же ему и помогает. Чиновники на местах, устраивая вот эти всякие запреты, выгоняния и прочее с открытием новых штабов, во всяких, вот, последние нашумевшие в Владивостоке, да, они делают же ему капитализацию. По большому счету, вот, не было бы о чем разговаривать, тихонько бы открыли себе штабы в Владивостоке. Так никто бы не знал, там 200 человек бы пришло и все, ну может быть 50. Ну он запустил бы, ну не было бы новость, а так, его там погоняли, 10 мест его не пустили, где-то бомбу подложили. То есть, тот зеленый, вот, утоплили. Это же медийный, 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 медийный. А кто достоин внимания на фейсбуке, кого ты больше всего читаешь сейчас? Из моих френдов? Ну, из френдов. Фамилии? Нет, ну, может быть, известные люди, мне не дать, но твои френды. Фамилии? Ну, я больше всего, конечно, Мовчан уважаю, там вот, к рекламу мы сделаем, да? Вот, как бы так, да? Значит, а из френдов, ну, там, например, у меня есть френдов, я всегда читаю Кащеева. Я Иронычука, я читаю, сейчас еще вспомню, там есть еще, ну, не менее известные люди есть, я их не знаю, стоит ли называть, потому что... Ну, вот, конечно же, лично я, как бы, больше всего, конечно, меня вызывает уже не Мовчан. Значит, а из политиков, ну, из политологов, всем, конечно, нравится Орешкин, Белковский и все такое, не знаю, я поклонник Рациховского, известного такого товарища, который такой скептик в квадрате. Скептик в степени скептика. Вот, я сам скептик такой, по жизни, и мне он немного нравится. Даже своим занудством, вот этим, вот, ну, все плохо, мы никуда, у нас ничего, у нас болото, ничего, все, как ау. Ну, вот, ну, тем не менее, я могу даже сказать, чем, например, нравится и тот, и другой, да. Мовчан нравится своим абсолютно четким пониманием тем, причем разносторонним в экономике, сколько он все знает, я не представляю даже, как может от всего на голове уместиться. А господин Рациховский мне нравится тем, что он иногда выдает вещи, которые незаметны людям обычным, и никакой Белковский с Орешкин, извините уж, хотя они тоже очень уважаемые личности, не могут найти то, что он иногда находит. Вот, поэтому я его сильно уважаю. Такие вот скрытые очень тенденции, о которых мало заметно, мало видно. Ну, вот это был, скажем так, мои два охваленных выступления в адрес. Ну, уже можно тяга ставить. Ты есть махровый либерал. Да, отмороженный. Даже, скорее, не либерал, а либертарий. То есть, если уж совсем меня определяют, то есть, я не левый либерал, а правый либерал. Я за то, чтобы государства в нашей жизни было как можно меньше. И за сутку ты родину собираешься продавать. Нет, а что же продавать родину? Ну, хороший, конечно, провокационный вопрос. Из серии «Пора валить», да, «Валите». Если там хорошо, то что-то туда не валит. Нет, я не думаю такими категориями. В основном, лично я думаю, да, за то, чтобы государства было меньше. А наша жизнь, она просто сложена из того, что государственная машина, наоборот, растет, растет, растет. И все больше и больше нас обкладывают со всех сторон. И, естественно, у меня, как либертария, это вызывает такой внутренний протест и негодование. Ну, опять же, что я могу поделать? То, кстати, смириться. И раз я не могу ничего изменить, ну, ладно, пусть будет так. Как бы, я не думаю, что наша страна, как бы, опять же, вот, с другой стороны, ну, твой вопрос, да. Я, например, не отношусь к тому, что Россия – это жопа мира. То есть, вот, такое мнение у меня нет. То есть, мы находимся где-то так вот в верхней четверти, наверное, близко к золотому миллиарду находящейся, да, по устройству. Наверняка, то есть, условно говоря, как минимум три четверти остального мира живут хуже, чем русские. И устроены даже хуже, чем русские в своей стране. То есть, мы вот это вот, как либералы любят ненавидеть это все, найти соринку в любом месте. На самом деле, многие вещи устроены вполне себе достойно. А как ты относишься к Мальцеву и людям, которые плакаты расклеивают «Готовьтесь к осени 17-го года, революция?» Так кого отношусь? Игорь Мальцев. А! Вот это вот плакаты, видишь, пойдешь около метро, готовьтесь к революции, там. Ну, это знаешь, это... Да кого это? Это же алармисты, такие же, как и на фонном рынке, которые кричат, что за каждым углом сейчас все обвалится, катастрофа, все, сепи упадет, шортим все на все, и все такое. То есть, как сказать, забыл слово-то, которое их обозначает там. Армагетончики. Ну, другое есть еще, которые... Ну, ладно, неважно. Да, армагетончики, пусть они так вот называются. Значит, то есть... Один раз это может совпасть, и тогда человек попадет на волну и как бы оставит о себе большую-большую память. Но пока то, что мы видим, я не буду называть фамилии, да, идут годы, тренды растут вверх, сепи не падает, ничего никуда не падает. Сепи это-то на вас, что ты наезжаешь? Ну, ты, ты че, Васю не трожишь? Нет. Если честно, вот сейчас и не Васю я убеду. Вот. Вася нормальный парень, на самом деле. Но он очень эмоциональный, его любят поэтому задирать. А мне как бы... Вот скажите, пропишите что-нибудь про меня плохое, я даже не замечу. Не знаю, мне кажется, я почти ничего не писал хотя бы. Нет, вообще, вот. Мне как-то поспокойнее в этом плане. Ну, наверное. Ну, Вася, ну, нормальный он парень, чего тут говорить, ладно, не будем его личность. Я просто к тому, что, вот, как сказать, ожидание какого-то краха, караула и кошмара, да, на финансовом рынке, у многих есть такие люди, которые постоянно об этом пишут, но на самом деле они именно поэтому и популярны. Потому что, как сказать, это многим участникам рынка, это бальзам на душу. Более того, скорее всего, большинству, потому что если рынок CP растет, то, скорее всего, большинство ждут его обвала. Значит, следовательно, большинство, скорее всего, делает точно так же, да, то есть он продает его. И им нужно определенное какое-то подтверждение. Вот вам, пожалуйста, подтверждение. Такие алармисты, естественно, они пользуются спросом. Они пользуются спросом на финансовом рынке, примерно по этому же механизму, они пользуются спросом и в политике, и в политическом рынке. То есть кричать обо всем страшном выгодно, потому как люди это любят. Более того, людям приятно бояться. Они же, например, фильмы ужасов для этого смотрят специально. Так же здесь им приятно иногда бояться, что вот скоро будут катастрофы, караулы и так далее. И в политике так же все нет. Хотя, на самом деле, тот же Мальц может и угадать. Потому что не только он, есть другие уважаемые политологи, которые говорят о том, что динамика сейчас такая, что на границе 17-18 года, как раз под выбором, может что-то происходить такое, что резко вздернет котировки одних, уронит других. Вообще настроение толпы переменится там и так далее. И какие-нибудь совершенно малозначащие события могут вывести это все из равновесия. Хотя, если честно, я не знаю, мне кажется, все достаточно спокойно. Мы, условно говоря, вот эту мышину-возню на низких котировках воспринимаем как какую-то потенциальную бурю. А ведь ее может и не случиться. То есть мы вот там Навальный, 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 а вот пойди спроси. Это вы Навальный, Навальный, Навальный. Ну да. Вы не путайте, пожалуйста, меня с Ромычуком и прочим. Хорошо, хорошо, не путайте. Нет, то есть, хорошо, это мы, да? Вот мы в своем небольшом фейсбучном мире думаем, что вот это вот, вот тут у нас котировки у Навального там под 50%. А мы выйдем на улицу, мне кажется, у 10% кто будет знать эту фамилию. Я там взял пару интервью, там у Федорова и прочих, они теперь называют «Ватника». Я не против. Ну, поляризовали. Хорошо. Я не против. Главное, чтобы в печень не ссывали. Ну, точно так же и я про себя могу сказать, да, можете называть нас предателем, лишь бы не побили. Как ты вообще не жалеешь, что пришел на фондовый рынок, потому что в начале 90-х как-то все представлялось в более оптимистичном свете? Ты задел, если честно, мою больную мозоль. Если честно, жалею. Вот если сейчас с моим пониманием того, что такое фондовый рынок, меня вернут на 20 лет назад, я бы ни за что не пошел в трейдеры. Вот честное слово. Вот буквально вчера кто-то меня на эту тему спросил, я так прямо, я последние много лет отвечаю. Ну, как сказать, потом уже по факту я понимаю, что выживаемость крайне низкая в нашей профессии. Выживаемость в финансовом смысле, да. То есть, если ты не попал в те заветные, там, сколько, 1-5% не смог, то все. То есть нельзя здесь быть плохим трейдером. Ну, либо у тебя должна быть харизма, чтобы строить пирамиды, зновь прибывающие к тебе. Ну, это-то очень сложно, потому что она не может бесконечно, она же каждый раз будет рушиться, да, а тебе нужно как, снова... Ну, харизму не пропьешь. Многие подтвердят. Многие, может быть, наверное, не знаю. У меня, например, харизмы нет, поэтому я не могу, как бы, тут чем-то похвастаться. Так вот, возвращаясь. Выживаемость низкая, профессия крайне трудная. И чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что здесь мало денег-то, на самом деле, которые можно подобрать. То есть раньше мне казалось, что это вот, да, там много, а вот сейчас, чем больше у меня опыта, тем больше я понимаю, что все очень сбалансировано. Что вот зазорчиков каких-то совсем почти нет. Что никакие такие вот неэффективности, о которых все любят порассуждать, их почти нет. Что в опционных рынках, что это... Причем в опционных еще можно что-то найти, потому что это слишком заумный такой сверхабстратный какой-то рынок, где очень много сложных моментов. И там еще можно что-то, какую-то рыбку-то половить. В остальном, ну, крайне сложно. И вот сейчас, отправляясь назад, я думаю, ну, нафиг, нафиг. Лучше бы я был каким-то просто аналитиком, анализировал бы пивной рынок или там рынок зубной пасты, там, я не знаю. Или просто занимался какой-нибудь статистикой, или просто бы занавился на научной деятельности. Вот я до сих пор, во мне умер не состоявшийся ученый. Чем у нас ученый технический анализ? Что после зачарования начинается перезагрузка нового нароста? Так это же перезагрузиться надо. Сколько у обычного трейдера уходит эмоционального заряда на то, чтобы правильно и эффективно перезагрузиться. Вот я в своей истории много раз побывал в таких ситуациях, когда просто страх и ужас, и что делать не знаешь, и тратишь очень много времени на то, чтобы восстановить свои эмоциональные балансы там внутри, чтобы это помогало тебе раньше. Знаешь, вот я до 2007 года, да, был спекулянтом же от Петра. Я в такие ситуации попадал раза три за 10 лет, наверное, когда вот просто непонятно, что с тобой случается. Ты просто начинаешь лить, 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 сливаешь, 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 сливаешь. Хорошо, если ты сольешь хотя бы половину от того, что ты там заработал, и остановишься, да, но ты потрачешь на это время. Ты же за это время ни премии не получаешь, ничего не получаешь. У тебя нет доходов, и кроме этого сплошное эмоциональное давление о том, когда же ты начнешь зарабатывать, а вдруг это вообще никогда не случится. То есть это крайне трудная такая работа, по мне так. Поэтому на твои вопросы я отвечу, что сильно жалею, да. Ну, честно, я сейчас не пижонюсь, ничего. Получается, что ты уже не имеешь морального права, в отличие от меня, например, который верит в фондовый рынок светлый, кого-то призывать на фондовый рынок. Вообще никого не призывать. Ты не имеешь же права. Я демотиватор полный, да. Честно слово, я даже когда лекции где-нибудь там на московской бирже читаю, я вообще поражаюсь. Зачем меня приглашают, потому что я демотивирую абсолютно. Я никого никогда не призываю. Потому что шансы крайне низкие, сразу говорю. Вот просто, очень низкие. То есть они даже статистически низкие. Это сейчас для всех не секрет. То есть в 90-е, например, многие еще верили, что да, там половина сливает, половина зарабатывает. Ну, значит, шанс хороший. Или вообще было такое представление, что никто не сливает. Что все сплошные заработки идут. Журналисты как не послушают, там все только прибыль фиксируют. И это ощущение такое было в 90-е у многих, у большинства. Потом потихоньку он стал меняться. Это сейчас уже каждый может не стесняться говорить, что тут мелкие проценты зарабатывают, остальные не сливают. Даже центральный банк недавно, после какой-то там проверки чего-то, да, там выяснил и сообщил, что там среднее стоило время жизни любого счета открытого на фондовом рынке. Сколько он сказал? 9 месяцев? Ну, 9 месяцев, то есть активных. Активных. У нас в компании, например, таких активных 20% всего лишь. Кстати, да. Если залезли на фондовый рынок, мне кажется, те, кто действует вот такими вот сексуальными словами, как активный и пассивный, как объясняет, да. Вот те, кто действует пассивно, типа купил и держи, у них гораздо больше шансов выжить, чем вот те, которые начинают колбасить, там пытаться поймать эти тренды, импульсы и так далее. Хотя лично я знаю многих трейдеров, которые, естественно, сделали это здесь в состоянии, но они единицы. Тогда другой вопрос. А если попробовать с другой стороны зарабатывать на структуре, на привлечении, может быть, делал из карьеры финансовых рынков, у нас тут присутствуют стажеры, которые тоже думают, а не устроятся ли нам на фондовом рынке? Привет. Привет. Вот. Может быть, риски дать клиентам, а сами мертвятся всем в белом. А, ну да. Это классно. Это около рынка одновременно. Точно так же делают. Значит, ну, если этическая сторона позволяет, вы же как, уже на обои людей гоните, да? По большому счету. Вы всех приглашаете сюда с красивой картинкой, а они выходят отсюда облоданные. Хорошо, если живые. Вот. По большому счету, вот, я лично точно не смогу. Поэтому, если кто сможет, пожалуйста, я таких людей тоже знаю, которые, как бы, очень легко к этому отзнают. Ну, и все. С другой стороны, ну, подобные бизнесы же есть. Есть казино, есть всякие скачки, есть всякие, я не знаю, любые другие игры, где люди просто просаживают деньги. Покер и прочее, да? Ну, они получают там, соответственно, эмоции, удовольствие и прочее, да? Почему бы нет? Вот кто-то может это использовать как хороший такой заменитель адреналина, генерирующий какую-то игру для себя. Более того, я думаю, что, как говорится, why not, да? Почему нет? Ну, опять же, я ни в коем случае не стал бы запрещать эту деятельность. Точно. Потому что я против всяких запретов, в принципе. Если они не чреваты насилием, здесь никакого насилия нет. Если людям хочется, пускай они балуются. Почему нет? Брокерские конторы будут на этом зарабатывать свою небольшую копеечку. Ты согласись? Они же не жируют, брокерские конторы. Особенно в России. Так, есть гораздо более жирные коты по Москве. Брокерскому бизнесу это не относится. Так, средненький бизнес. На грани выживания. Нет, ну идеальный бизнес, как не брокерский, это брать деньги в ДУ, власти в карман. Абсолютно, да. Фрукс-конторы так многие делают. Например, бинарные опционы, то же самое, та же фигня. Ну, это вот. А это на границе. Это только как некий подготовительный этап, чтобы научить стать миллионером не просто, а очень просто. В этом смысле брокерский бизнес нормальная тема. Конечно, он более того, он, во всяком случае, он честный. Единственное, что я сейчас сказал, конечно же, в рекламных буклетах не присутствует, да? Ну, во многих бизнесах рекламных буклетов так не присутствует. Когда мы покупаем йогурт, нам не написано, какие яды в нем содержатся и к каким болезням это может привести. Верно? Там же тоже пишут, только более-менее приятная для нас информация. Так же и здесь. Кстати, подожди, что-то еще хотел сказать про брокерский бизнес. Такое влажное, блин, вылетело. Вау. А, Катя, думаешь, что будет? Вот недавно купили нет-трейдер Freedom Finance, что будут дальше покупки? Останется там 3 мегамонстра или как? Вот это вот вопрос немножко не ко мне. В смысле, что маленьких будут скупать. Ну, это же нормальная ситуация для такого... такого рынка, когда маленькие начинают на воду дышать. А когда ты ждешь прихода массового инвестора? Нет. В России нет. Почему? Ну, я думаю, что тут я, опять же, как сказать, массовый инвестор. Ну, это же связано с общей экономической ситуацией. То есть, если мы начнем жировать, тогда придет массовый инвестор. То есть, когда пойдут жирные годы. А сейчас идут тощие годы, да? Тощие годы непонятно, когда кончатся, да? То есть, аргентинский сценарий для нас вполне себе, как самый вероятный. Тут я не могу не согласиться с основными маститыми комментаторами, которые в этом так понимаю, гораздо больше меня. И чисто по ощущениям, оно действительно так. То есть, нам светит аргентинский сценарий. Когда медленно, наверное, затухание всей инвестиционной экономической жизни в России. Как бы, и это может длиться годами. Либо мы можем на плата какой-нибудь выйти. Вполне, да? То есть, условно говоря, например, падение по полпроцента в год. Это большое падение? Нет. Сколько можно падать? На 10% может 20 лет падать, да? Оно, естественно, не будет так каждый год. Будут подскоки какие-то. О, и все будут в этот момент радоваться. Все, мы вышли из кризиса. Потом раз, ну, черт, откуда-то это взялось, да? То есть, как проходит любая такая коррекция? Она может к нам затянуться. Вполне. А, значит, какой масса инвесторов? Если у людей лишних денег нет, то они не полезны. Тем более, эйфория 90-х была связана именно как эйфорийная история. Что привлекала рост котировок и прочее. И все бежали, думали, что здесь вот золотое дно, можно денег на жизнь, да? А сейчас этого давно уже нет, в это не верят, да? Многие пообожились на рынках, на фондах. Плюс у нас, вот, значит, плохая история в том, что, как сказать, финансовый рынок, развитый в американском смысле слова, он характерен именно вот тому уровню защиты инвестора, прав собственности, информации и прочее, который там установился. И поэтому он может генерировать правильное свое существование. То есть, с точки зрения того, что он занимается действительно перетоками из плохих отраслей в хороших, от плохих руководителей к хорошим руководителям, там же деньги, все эти капиталы. А у нас эта система не сложилась, она еще у нас вышла из бандитского состояния, и многие друг другу просто тупо не доверяют. Беряют отчетности, руководство. Конечно, мошенников и там хватает. Но когда система защиты от мошенников там все равно получше, чем у нас, у нас она все-таки еще... Алексей, ты не думал бросить все и верить в древню? Нет, не хочу. Я человек недоуншифтерский, точно. То есть, мне нравится вот это все. Нравится много народу, интернет, вот эти развлечения и прочее, прочее, что вокруг творится. Как бы я не страдаю от большого количества энтертейнмента вокруг. То есть, мне не хочется тишины, несмотря на меня. Я уже старый человек. Казалось бы, нужно там хотеть уехать от всех подальше, типа надоели все. Нет, не хочу. Мы не прощаемся еще два дня.